здравствуйте дорогие мои друзья ну что же все мы с вами русские сказки да еще какие-то сказки но вот сейчас пойдем к мы с вами на восток восточные сказки ох зловещее магрибское колдовство ох друзья мои но зловеще но красивое когда я изучал магрибское колдовство я восхищался красотой арабских ночей ну что же ну а сейчас мы значит прочитаем вот эти арабские сказки злой волшебник называется эта сказка ну и конечно как же как же нам без магрибского колдовства ладно жил был царь хотя он был и женат а детей у него не было однажды он вызвал магрибца и тот ему сказал если я дам тебе средства чтобы у твоей жены рождались дети ты отдашь мне своего первенца царь ответил хорошо когда магрибец дал ему две конфеты одну зеленую другую красную и сказал съешь зеленую а твоя зия жена пусть ест красную а я буду здесь неподалече царь отдал красную конфету жене она ее съела ну и как говорится мы понимаем что этот магрибец наверно подмешал какое-то средство царь конфету съел жена конфету съела ну и магрибец тут как говорится был недалече воспользовался этим ну и как говорится ну как бы оплодотворил царскую женушку ну иначе бы ему голову срубили на друзья моих он понял что царь бездетный как бы от царя толку нету но как бы допустить к своей жене каких-то злодеев но это естественно тем более какого-то грязного колдуна магрибца а магрибцу нравилась эта женщина ну и вот таким образом с помощью так сказать наркотических конфет вырубил царя и царицу и вот как говорится воспользовался сделал свое вот это дело но видите сделал то сделал а дети жена забеременела и родила мальчика которого назвали умным мухаммедом мухаммедом он был смышленым способным к наукам и к тому же имел красивый голос потом царь повадился говорит дай конфету да дай конфету да и магрибец как себе домой на штачку ходить не успевает жена родить он опять как говорится эти конфеты даст те вырубится с утра просыпаются вроде как все в порядке эх только тот в спальне их магрибцом каким-то вонючим воняет верблюжатина я бы сказал все недоумево иду чё это блин от чего ну ладно неважно значит в родила второго сына неловкого и неумного и звали его умный али а потом родился и третий тот было вообще глупым то есть как у нас русских сказках 1 умный был детей на 3 средний был и так и сяк младший вовсе был дурак но в наших сказках дураки на самом деле они как бы наказываются умнее к у многим умнее многих умных а что же в этих в арабских значит пришел через десять лет когда детишки подросли к царю пришел опять магрибец за свои платы и сказал отдай мне обещанного сына царь отправился к жене пришел магрибец за нашим первенцем ни за что не отдам сказала мать пусть лучше забирает али то есть второго хорошо ответил царь но третьего они вообще показывать не могли поскольку он был действительно совсем умалишенный позвал алия и передал его магрибцу тот взял мальчика и отправился с ней в путь но в принципе он был его как говорится настоящий отец то есть туда даже спору нету знаете тут ювенальная юстиция могла вмешаться шли они по горной дороге до полудня и тут магрибец спросил али не голоден ли ты не хочешь ли ты пить мы идем уже полдня как же тут не проголодаться не захотеть пить ответил мальчик магрибец взял его за руку отвел назад к царю сказал это не первенец тогда царь позвал всех троих сыновей магрибец протянул руку и указал на умного мухаммеда пошли они в путь опять полдня по пустыне шастали и магрибец сказал мухаммеду не голоден ли ты не хочешь ли ты пить если ты хочешь есть и пить то хочу и я ответил тот да ты мой сын воскрикнул магрибец вот друзья мы видите он тестировал на самом деле чего полдня по пустыне гонять но ему нужно был как бы магический сын настоящего первый был хороший а потом значит магрибец как бы ну он магрибец стал увлекаться спиртным после этого да там пока там через год он уже почти спился и поэтому у него остальные дети рождались но как бы с дефектами значит он топнул ногой и открылась земля и они спустились вместе с умным мухаммедом под землю этот магрибец был злым волшебником спустившись под землю он привел мальчика во дворец стоявший среди сада принес ему какую-то книгу и сказал читай умный мухаммед взял книгу и не мог понять не ни слова а магрибец сказал ему если ты не выучишь эту книгу наизусть за 30 дней я отрублю тебе голову затем оставил его и ушел 29 дней но столько маяться чтобы сразу ему голову отрубить ну чё-то магрибец видимо ему сын нужен был чтобы как бы ну жизнь свою продлить знаете бывает такое колдовство чтобы ну как бы омолодить свое тело вот он наверное хотел с помощью вот этого сына так сказать совершить эти заклинания и еще прожить на земле ну там лишнюю сотню лет потому что так такое бывает черное магрибское колдовство я знаю такие заклинания значит ну значит тот оставил ушел 29 дней сидел над книгой умный мухаммед и не мог разобрать ни слова тогда он подумал завтра я умру пойду я прогуляюсь перед смертью по саду он вышел в сад и увидел там девушку привязанную за волосы к дереву кто тебя привязал волшебник магрибец сказала девушка а за что за то что я выучила наизусть книгу колдовства о вот это что ли а я тут ни одного слова не могу понять тогда умный мухаммед отвязал девушку и сказал мне он тоже дал книгу чтобы я его выучил за 30 дней но я ее не выучил вот я завтра и умру я помогу тебе сказала девушка но когда магрибец придет к тебе скажи что ты ничего не смог выучить и она стала учить его по книге колдовства а потом сказала теперь снова привяжи меня за волосы видите тоже какая-то странная странная такая привязанность умный мухаммед привязал и они расстались концу следующего дня магрибец пришел к умному мухаммеду и спросил ты выучил книгу я не понял ни слова ответил юноша тогда магрибец вытащил свой нож и отрезал мухаммеду правую руку и сказал даю тебе отсрочку еще на 30 дней если не выучишь книгу наизусть я тебя отрублю голову друзья мои конечно без знаете ты 30 ты тут будешь отходить наверно без руки в себя приходить по более чем 30 дней пока у тебя там заживет все тут отрезали руку найти а еще и учить книгу но видимо все равно ему нужно было чтобы тот какое-то магическое заклинание произнос чтобы тот смог либо вывод как тело в сильно но нет в тело вселиться и он же руку отрезал значит ну как бы жизненную силу его забрать значит когда магрибец ушел умный мухаммед прочитал три слова из книги колдовства и рука приросла к своему месту он снова отправился девушке уже с двумя руками отвязал ее и стали они прогуливаться по сану и тут же они вдруг нашли три потерянных листка из книги колдовства который магрибец вот уже 40 лет тщетно разыскивал умный мухаммед прочитал их и они с девушкой сумели подняться на поверхность земли мухаммед привел двух коней на одного из них сел сам на другого села девушка поезжай к своим родителям я поеду к своим сказал мухаммед он приехал домой и постучал дверь мать отварила ему обрадовалась и они проболтали до утра а утром он сказал ей матушка я дам тебе ягненка продай его но ни за что не продавай веревку которая будет на нем мать взяла ягненки пошла на базар к ней обратился хозяин кофейни торговит лекарствами женщина ты продаешь ягненка покупай только веревку я не продам отсюда где папа то что ты уже у царя жил то чем мамку мамку выгнали что ли похоже да вот царь то то есть он царский сын ты мухаммед то есть мамку похоже выдворили за за дверь и это и он к ней пришел получается значит хорошо продашь его за три монеты ладно там пошлет аллах тебе удачно очень с торговались значит и этот решил царю отнести этого ягненка этот и люди которые значит одобрили что вот такой дар для царя чтобы тот ягненка сожрал ок друзья мои какие живодеры значит торговец лекарствами принес тарелку чтобы напоить водой ягненка ягненок поставил в тарелку передние ноги и и провалился в нее и исчез торговец увидел такое колдовство и охренел ну и все на базаре тоже охренели то есть пошло слух о колдовстве значит магрибец между тем отправился туда где оставил умного мухаммеда он не нашел ни его ни девушки но и пошел искать его значит где в том городе услышал о колдовстве что здесь ягненок пропал ну и понял то есть таким образом видите мухаммед оставил след чтобы как говорится магрибец наш напал на этот след чтобы тот его мог хлопнуть то есть не просто так он же три страниц тоже выучил которые магрибец уже забыл вот это было его преимущество значит значит магрибец услышал о вот этом ягненке не начать и проделки умного мухаммеда подумал магрибец нужно остаться здесь и подкараулить его а хитроумный мухаммед на другой день позвал свою мать и сказал я дам тебе верблюда продай его на базаре но не продавай вместе с ним уздечки если бы даже если бы за него дали тебе 4000 золотых монет мать обернулась значит увидела перед собой верблюда взяла его за повод отвела на базар продала купцу значит а магрибец стоял все время следил когда верблюд был продан магрибец обратился вот к этому торговцу мне нужен этот повод купи его для меня за любые деньги за за 20000 золотых монет я возьму только повод а верблюда оставлю тебе перекупщик отправился к матери умному мухаммеда продаж верблюда за 4000 монет да откроет аллах в врата прибыли возразила она а за 5000 продаж его но не 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 верблюда это хорошо да пошлет аллах тебе удачу но знаешь что этот верб этот значит уздечку я продать не могу зачем тебе этот кусок веревки возьми за него еще тысячу золотых монет и продай ну мать этого умного мухаммеда обрадовалась значит и про в этот поводок отдала отдала ему магрибец взял верблюда отдал его купцу а ву повод выдернул и положил себе в сумку поскакал степь радуясь думаю что умный мухаммед теперь у него в руках но умный мухаммед обернулся вороном и взлетел ввысь да а то есть он был верблюдом тогда магрибец превратился в коршун и помчался за ним так летали они два дня и две ночи магрибец стал догонять умного мухаммеда то тот увидел внизу какой-то сад спустился и обернулся гранатом на высоком дереве асад принадлежал султану отцу той девушки который освободил мухаммед магрибец отправился к султану я прошу у тебя один гранат болен близкий мне человек он просит гранатовых плодов а мне сказали что их нигде нету как в твоем саду разве сейчас в это время время для гранатовых плодов спросил султан магрибец ответил о султан если найдешь твоим саду хоть один гранат не найдешь пусть пойдет моя голова тогда султан позвал своего садовника и спросил правда ли что у тебя есть гранаты о господин разве сейчас время для гранатовых плодов пропала твоя голова, сказал султан Магрибцу. А тот возразил, скажи садовнику обойти сад и поискать на деревьях. По приказанию султана садовник отправился в сад и нашел один гранат и принес его султану. Тот посмотрел на красивый плод и думал, чего я буду отдавать Магрибцу? Лучше я его сам сожру. Вот видите, какой жадный. Значит, и вызвал визири и спросил, мне не хочется отдавать этот гранат Магрибцу, а хочется ему голову отрубить. Говорит, ну это же колдон, он тебя отомстит. Уж если вы решили, то лучше отдай ему, не связывайся. Значит, и султан передал гранат Магрибцу. Но он не успел тот взять его, как гранат упал и раскололся, и все зерна рассыпались в разные стороны. Магрибец точно обернулся петухом и стал клевать зерна одно за другим. Султан и визирь клядели на все это с изумлением, а умный Мухаммед спрятался в одно зернышко, которое закатилось под ножку трона. Магрибец продолжал клевать зерна, пока не склевал их вовсе. А эти обалдевшие визири султана вообще охренели. Блин, гранат этот в петуха превратился. Но связываться с ним хотели, потому что амагрибца всегда ходит слава, как о колдунах. И будь ты султан, не султан, проклянут тебя, и все, конец тебе. Поэтому как бы вы не удивляйтесь, что думаете, что султан там не стал связываться, несмотря на стражу. Наконец он увидел последнее зерно, в котором была жизнь Мухаммеда, и уже вытянул шею, чтобы схватить его, но зерно вдруг превратилось в кинжал, и кинжал ударил петуха в грудь и рассек ее пополам. Тут умный Мухаммед принял свой прежний облик и перестал перед султаном. Расскажи, что тут произошло, спросил султан. А умный Мухаммед поведел ему всю историю от начала до конца и сказал, это я развязал волосы твоей дочери и освободил ее. Султан позвал свою дочь. Дочь моя, знаешь ли ты этого человека, спросил он. Девушка ответила, да, это умный Мухаммед, который развязал мои волосы. Но кроме этого, друзья мои, сами понимаете, что пока они там месяц книжку изучали, книжку читали, то, естественно, ну, естественные позывы, потому что юноша красивая, девушка, да, там такая обстановка романтичная в этом подземелье Магрибца. Естественно, любовь произошла. Поэтому, ну, здесь, конечно, мы так не указываем, так сказать, без свадьбы султан мог бы разозлиться и жениха-то прищучить, но видно было, что вот как бы судьба, судьба. Значит, если он твой спаситель, ты должна выйти за него замуж, решил султан. Он приказал справить брачный договор, вот сквалыги. Вот эти, эти... То есть, султан не хотел, чтобы у него отжал вот этот вот умный Мухаммед, да, вот умный, да, султан-то умнее. Он понял, что этому, как говорится, умному Мухаммеду нужна не дочка, дочурок он таких найдет полно, а ему нужно пол султаната отжать, как говорится, хату этот дворец отжать у бедного султана. А он думает, умный ты, конечно, приехал хрен знает откуда тут в нашу столицу, но я еще умнее. И составил брачный договор. И все веселились 40 дней, особенно султан, потому что ему точно тоже эта дочка осточертела. А в договоре было написано, чтобы он эту дочурку забирал и свое царство проваливал. Нечего там здесь этих колдунов со своими зернами, со своими петухами. Значит, ну, а умный Мухаммед и дочь султана стали жить счастливо и растить, так сказать, сыновей и дочерей. Вот, друзья мои, вот она, восточная сказка. Как говорится, помните, песня такая восточная из сказки? Да, зачем ты мне строишь глазки? Ну, вот, видите, тут все друг другу глазки строили. Ну, а магрибцы, конечно, уконтропупили. Был он, конечно, волшебник, но дурак дураком. Нечего было связываться. И нечего было подмешивать зелья в эти конфеты. И, как говорится, таким образом пользоваться женщинами. Надо сказать, на баянии, ну, что ж ты, а ты, вот, он все колдовством. Встретит хорошую женщину, даст ей эту конфету, ну, а потом пользуется ее телом. Это, друзья мои, какое-то маньячество. Не настоящие, не естественные отношения. Поэтому, друзья мои, мы с вами за здоровые взаимоотношения. И, как говорится, и вне брака, и в браке тоже. Все, дорогие мои, пока счастливо. Продолжение следует...